Серёжа! Нет? Дай, будешь лежать. Серёже трудно держать голову, он не может стоять и сидеть. Диагноз даёт о себе знать. Помочь остановить спинальную мышечную атрофию может импортный препарат Золгенсма. Это самое дорогое лекарство в мире, оно стоит более 150 миллионов рублей. И вот 10 января Серёжа выигрывает не просто лотерею, жизнь. Производитель Золгенсма раздал 100 доз для детей со всей планеты. И в это число попал Серёжа из Барнаула. Ночью уже в 12-м часу позвонила врач, которая подавала нашу заявку и сообщила нам эту радостную весть. Обрадовались, плакали все, но мы до сих пор ещё не отошли, можно сказать, от всего этого. Потому что у нас шёл сбор очень долго, очень тяжело он шёл, и мы были уже все вымотаны. Обычно таких пациентов ждут питание через трубку, вентиляция лёгких, летальный исход. Серёжа сам ест, дышит, а это уже большой успех. Кстати, в семье Сергеевых признались, никогда нигде не выигрывали. Честно говоря, мы выиграть надеялись больше, чем собрать деньги, потому что собрать 160 миллионов – это тоже из ряда фантастики. С апреля по январь для Серёжи собрали 17 миллионов рублей. Сейчас эти деньги заморожены. Как только мальчику поставят укол, родители Серёжи отдадут собранные средства другим детям с тяжёлыми диагнозами. Вот, вот, вот. Этого ребёнка в своё время врачи предлагали отдать в хоспис, а его родителям задуматься о новой беременности. У мальчика такой же диагноз, как и у Серёжи. То, что сейчас Матвей из Рубцовска сам сидит и стоит – большая победа. Больше года назад ему поставили тот самый укол за алгенсмы. С обычной семьёй из Рубцовска произошло чудо. Дорогостоящее лечение в Америке оплатил анонимный меценат. С каждым днём Тася становится крепче и сильнее. Выровнялось дыхание. Девочка лучше двигает ручками. У Таси тоже спинальная мышечная атрофия, но ей ставят препарат спинраза. Четыре дорогостоящих укола в ноябре закупил местный Минздрав. Ребёнок уже был в тяжелейшем состоянии. Она была практически обездвижена, с трудом дышала. Вот сейчас, после трёх загрузочных доз, мы можем сказать, что её состояние начинает стабилизироваться. Вот только в отличие от золгенсма, спинразу придётся ставить всю жизнь. Получается, каждый год на это будет уходить около 40 миллионов рублей. В семье Ларионовых и дальше надеются на помощь Минздрава, так как прерывать терапию нельзя. А вот входит ли это в планы Минздрава и сколько в крае таких детей, как Тася, Матвей и Серёжа, а главное, есть ли у ведомства на них деньги, мы расскажем в следующих выпусках, когда получим официальный ответ. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.